посмотрела на свой столетник и увидела как он засох от солнца видите так мне его стало жалко вроде сегодня поливала земля у него все равно сухая пойду-ка я его в ванную комнату отнесу и поставлю пусть напитается влагой пока греется мой обед ребята мне кажется этот вирус нас научит гигиене еще как мою все я не знаю как вы я мою все с мылом и ключ и все-все-все прежде чем открыть заодно моются и руки лишний раз с мылом ну вот вроде бы и все а вы моете банки чуть-чуть солью тут можно было достать но потом переложу в стекло доброе утро страна доброе утро зарубежья у у нас москве солнечная весенняя погода люди гуляют с собачками как хочется на улицу вот так у нас красиво вид из окна ну хотя бы так хоть на балконе погулять люди смеются привет мои хорошие сегодня 30 число пришлось выйти на улицу доброе утро страна доброе утро зарубежья вчера 30 объявили жесткую изоляцию я подхватилась побежала сходила в магазин я честно говоря даже не знаю там на камере зафиксировалась хоть что-то хотел вам снять пустые улицы в аптеку сходила купила лекарства и быстренько быстренько собралась к маме прибежала в этой маске еле не задохнулась еле еле да да еле еле чуть не задохнулась вчера народу никого не было на улицах сейчас вот народ есть и с утра мы с мамой видели есть и сейчас тоже есть так что сегодня народ как-то расслабился может быть подумали снежок выпал поэтому расслабились на улице холодно дворников много люди вон тоже есть дорогу переходят но вчера вообще никого от своего дома сюда я встретил где-то человека четыре наверное и все машины передвигаются но мы на жестком карантине снег метель может быть это как-то остановит распространение вируса было бы здорово вид какой красивый выходишь на балкон смотришь у меня-то этого вида нет вот у мамы есть так интересно вы знаете такое чувство что карантина никакого нет и не потому что люди ходят а потому что такое чувство ну люди действительно ходят видимо смотрят на дворников дворники ходят и и всем можно но конечно же всем нельзя вот так неожиданно зима наступила но как-то все так светло как-то все так радостно как будто бы все уже позади как будто все уже прошло и завершилось я вчера 30 числа как-то так знаете занервничала сразу когда сказали что объявят карантин и что невозможно будет никуда выйти я поверила я вчера собралась с сумкой на колесах вторая сумка на сумке на колесах побежала быстрее сюда к маме а то думаю у нее закончатся продукты и что я не смогу к ней войти я конечно понимаю что могут ей принести продукты она будет спать она не сможет открыть и какими руками принесут я тоже не знаю но это не потому что я не доверяю это я вот себе не доверяю поэтому я должна быть уверена в себе что все будет четко поэтому я быстренько-быстренько сюда побежала метель в этом норбуке задыхаюсь это это невозможно это просто ужас какой-то дышать нечем пришла у меня дыхалка все аж горит внутри дышать нечем там восьмислойный что ли девятислойный респиратор кошмар еле отдышалась мне кажется только утром отдышалась ввалилась давай быстрее сумки колеса обрабатывать да у сумки колеса обрабатывать ой извиняюсь тут музыка опять у мамы мама смотрит телевизор вот обработала обувь кошмар все светило лампой ультрафиолетового излучения солнышком потом начала готовить вот сегодня с утра еще готовила взяла с собой закваску думала может хлеб буду здесь печь но не знаю может и буду печь потому что взяла живую закваску я уже видео перестала снимать про живую закваску я их потом все вместе все видео соберу вот и покажу тогда и расскажу все потому что вот так вот в каждое видео это очень неудобно вставлять и вы будете забывать и я не буду сосредотачиваться ну а сейчас вот с мамой следим за новостями мама перебралась на тете вален диванчик говорит ой как здорово тут и телевизор я смотрю и могу спать я говорю а ты тут ночью спала она говорит да я тут и ночью спала мне говорит очень хорошо вот и стала вам с утра показывать что у меня там когда я вышла это я побежала быстрее в аптеку это я побежала в магазин хотела вам показать как мало народу на улицах ведь можно же 100 метров отходить ну ничего у меня вся камера разрядилась и ничего я вам не показала на улице народу мало действительно в магазинах стоят на полу вот эти вот отметки там через полтора метра близко не подходить ну вот уже прошел день со вчерашнего дня вот сейчас такое чувство что нет никакого коронавируса все просто на работе на работе вон народ ходит народ ходит народ гуляет вот видите народ ходит народ гуляет то ли люди уже устали от этого от плохих новостей вот а может у нас пошло все на спад давайте думать что пошло все на спад давайте ну давайте ну а здесь газонная трава это имбирь вот надо пересадить чтобы было красиво давайте пересадим у себя пересадили давайте здесь пересадим думала что этот цветонос нет это воздушный корень вы мне писали что это воздушные корни надо пересадить доброе утро страна доброе утро зарубежья идет очередной день карантина ну людей мало людей практически никого нет но вы знаете что заметила вот позавчера в день объявления карантина было народу меньше а сейчас почему-то чаще выходят что ли зачем одни машины период машин начался машин много как же хочется на улицу очень и очень хочется дворники чистят детскую площадку каждый день как весть из полей так интересно как весть из фронта сколько 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 когда приостановится когда будет прямая я сейчас у мамы заняться нечем хотела заняться вышивкой но пришлось срочно уйти из дома приехать сюда но уже не потащила с собой я станок вышивку как зоркий сокол с горы смотрю смотрю на все что здесь происходит связываюсь со своими с дачи уговорить пока не могу маму никак она мне не уговаривается и пугаю и уговариваю ничего не получается и самой надоели вот такие влоги это не влоги это фигня какая-то но мужчина с собакой гуляет ну а так погода конечно замечательная только гуляю гуляю но к сожалению так сложились обстоятельства что гулять то как раз и нельзя обидно досадно в маршрутках никого в автобусах никого нашли с мамой фотографии сейчас она рассматривала вот ну покажи и назови вот это вот это вот это кто знаешь эту тетеньку знаешь кому ты говоришь тебя спрашиваю знаешь кто это ну вот уговорила весь уговорила тетя Аня да да тетя Аня а это а это а это Маша Любина мама да да а это а это это как я забыла как ее звать то Оксана Оксана это Нина а это САСК сантехник а это не знаю это электрика или кто-то не знаю а фотографировались где а фотографировались где-то в заводе что ли или на заводе угу не знаю где вместе все угу да вот по сколько вам тут лет интересно не знаю ну лет по где-то по сорок да ну да ну да где-то лет по сорок а это я не знаю кто угу это САСК сантехника а у него на участках у нас был дачный домик или нет не знаю но участки позже получали конечно да клади фотку вот сюда вот эту да вот держи это Алла маленькая это не Маша это Алла а там ничего не написано на той стороне фотографии нет ничего не написано ничего не написано это Маша это Алла а может и Маша может я путаю господи они так похожи а может я и путаю ой Алла какая красивая какая красивая вот какой цветок стал у мамы вот такой огромный пушистый он так смотрится хорошо и много-много появилось цветов цветочков бутончиков таких красивых красивых а еще вот что появилось видно зелененькая травка курочка или петушок курочка или петушок какая красота вот вот ребят смотрю что сегодня народу намного больше ходит по улицам чем вчера то ли народ успокоился какая красота розовые колокольчики красота доброе утро страна доброе утро за рубежем 2 апреля очередной день сурка сегодня на улице уже больше народу чем вчера нарушителей много хотя время без пятнадцати девять может быть люди спешат на работу но сегодня как-то больше но правда в масках не все но в масках курсируют скорые и от этого очень тревожно выглянуло с утра солнышко но тучи двигаются с юга вот такая вот у нас погода но мы пока соблюдаем режим карантина автобусы автобусы машины людей мало но они есть вот ну вот и все мои хорошие мне не верится я клянусь мама сегодня сказала все едем на дачу все надоело ой ой не могу у меня даже пот течет у меня даже ребята пот течет ага Алла за рулем мама машем рукой и говорим всем привет 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 вот привет 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 слышите мама восхищается тем что Алла водит машину вот здесь кстати тоже откуда-то из этих домов здесь уже много и Тихомирова много а вон та башня вон та башня вот так что ребята нам нам прям повезло вот маски да мама сказала все больше ждать нечего прыгаем в последний вагон да мы едем на дачу да скорые сейчас везде скорые везде скорые мам сегодня сама изъявила желание вот а это скверно Тихомирово мам так что ребята да к сожалению все вечером потому что ждали еще обращение президента думали что он там скажет но он сказал до конца маски народ месяца конечно народ в маске в масках дворники только без масок а так вот видите народ в масках в сквер оцепили ну это чтоб не ходили не гуляли да чтобы не лазили чуть-чуть да немножко капает так что ребята с богом как говорится но сегодня мне кажется народу больше а вот позавчера вообще никого вот ну никого а сейчас как то вот так вот все там она она прям там лежит прям там лежит да слушай меня даже из под волос течет как мы собирались вещи ты взяли? да да мы все взяли в масках? да народ весь в масках все шутки закончились скорые скорые как страшно я прям ты знаешь с балкона смотрела на эти скорые ау ну так страшно прям невозможно московская кольцевая автодорога ну не скажу что она прям совсем свободна но и не забита конечно но машина есть в одну и в другую сторону но вообще такой свободной дороги я конечно не видела никогда первый раз господи как в фильме образов как в каком то фантастическом фильме как в городе да как в городе как в городе Ну, еще не доделано. Плиточку надо, плиточку положим. Вот. Так что как раз ты со своими советами самое оно. Сейчас вот эпидемия пройдет вот это и сделаем, знаешь, вот этими вот полосочками. Как они? Как это? Пластиковый сайдинг. Вагонкой. Да, пластиковой вагонкой, да. Да, Женя? Женя, Женя моя, Женя. Ты моя сладкая. Как интересно. Постельное белье. Сейчас будем перестилать гостиничный номер. Да. Женя нюхает, нюхает. Главное вот ногой вот за это не зацепись, ладно, мам? Потому что здесь лестница вот такая. А на второй этаж уже утром пойдем смотреть, что там. Да, собакин тут. Да, собакин тут. Собакин. Собакин тут, собакин. Добрый вечер, мои хорошие. Подошла к зеркалу. на себя посмотреть. Сегодня день, конечно, был день просто нервотрепки. Как все случилось? Случилось все очень просто. Увидели выступление президента, вот, и мама говорит, ну, что-то она легла такая обреченная, вот, и молчит. Я говорю, а, она с четвертого числа может забрать. Она говорит, четвертого? Я говорю, да. Она говорит, а сегодня может? Я говорю, может. Я звоню ей? Она говорит, да, звони. И я позвонила. Алла сказала, я еду за вами. Мама кинулась вещи собирать. Вот. И я тоже кинулась вещи собирать. Покидали все в сумки. Ну, и, в общем, все. Ехали. Она говорит, чушь у нас дача так далеко находится. Если бы знала, что так далеко не поехала бы. Вот. Приехали. Она так посмотрела и говорит, ой, это, говорит, не дача, это прямо, говорит, дом. Вот. Поменяли постельное белье. Покормили. Чайку она попила. Все ходит, смотрит. Руки помыла. Обошла все. И говорит, ой, как хорошо, как хорошо. Вот. Чайку попила, поела. И вот положили ее. Подушку она, правда, на другую сторону переложила. Но ей так больше нравится. Вот. Сейчас ребята сели ужинать. А мама уже спит. Надеюсь, что все будет хорошо. Надеюсь, что теперь все будет хорошо. Она говорит, как же тут хорошо. Так что, кто из вас говорил, что маме понравится? Вот пока сегодня мама видела только дом. Только дом. Вот. Завтра наверняка посмотрит участок. Ребят, я очень рада. Очень рада. Честно скажу, я не думала, что получится уговорить маму. Никак не думала. Вот. Ну, как-то в городе очень неуютно стало. Поэтому мы добрались. Сейчас пойду попью кофе. Я уже одну чашку выпила, пока мама кушала. Аппетита не было совершенно. Ну, в городе как-то все очень, знаете, кроме новостей. Мы ничего не смотрели, потому что очень сильно переживали. Вот. Здесь, я даже не знаю, сколько здесь народа, кто здесь, что здесь. Но мы уже здесь. Вот. Спасибо вам большое. Всем, 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 кто переживал. Теперь вы знаете, что мы все здесь. Все вместе. Надеюсь, все будет хорошо. Конечно, губы не накрашены. Я лохматая. Наделаю этот дурацкий халат. Но самое главное, что мамуля спит. И она здесь. Всем, всем, моя хорошая. Спокойной ночи. И большое вам всем спасибо.